Осень. Время новых театральных сезонов. Свои двери для зрителей открыл и филиал Московского театра «Чердак». Первый спектакль после долгого перерыва посмотрела наша съемочная группа. Сезон 2020-2021 объявляется открытым. Седьмой театральный сезон. Актеры театра «Чердак» открывают спектаклем «Кот в сапогах». Встречи со зрителем они ждали шесть месяцев. В этом году перерыв был дольше обычного. Театр – это не онлайн все-таки, а оффлайн. И нам нужно непосредственное общение со зрителем, обмен энергиями. Но мы, как все, научались в эти три месяца, когда мы сидели на карантине, работать именно онлайн. Мы устраивали онлайн-конференции, даже онлайн-спектакли, приглашали зрителей. «Чердак» показывает спектакли для любителей театра всех возрастов. В новом сезоне сразу двумя премьерами порадуют юных зрителей. Впрочем, к детям в этих стенах отношение особое. Пробуем. Из зрительного зала на сцену. Пятый год здесь работает творческая мастерская для всех желающих от трех до восемнадцати лет. Выбор дисциплин широкий. Актерское мастерство, сценическая речь, цифровая журналистика, мультипликация, вокал и хореография. Для чего это нужно? Я в первую очередь считаю, что нужно для всестороннего развития ребенка. То есть не обязательно, чтобы ребенок становился артистом. Это нужно для того, чтобы быть интересным, уметь хорошо общаться, чтобы не стесняться, не бояться. Эти занятия помогают раскрепощению, правильно говорить, дисциплине учат. Нужно в школу ввести такой предмет, как актерское мастерство. И обязательно речь. Ты кто? Я? 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 Рэд? Да. То есть нет. Я это, сын Мельников. Преподаватели мастерской и действующие артисты театра. Актер Виктор Сапелкин служит в чердаке уже пять лет. Со сцены он познакомился еще в детстве на занятиях в театральной студии. Об ожиданиях и реальности актерского ремесла у него свое экспертное мнение. Сейчас идет тенденция такая, что все просто. Ты выходишь на сцену, а что там сложного? Выучил текст, да, и громко с расстановкой его говори. А нет, в жизни у нас не так происходит. Дети, приходя к нам, они понимают, что это не только игра. Это не только весело и задорно, это еще и труд, это еще и дисциплина с другой стороны. Помимо сцены в Томилино, спектакли чердака можно посмотреть на нескольких площадках Москвы. Расписание представлений доступно на официальном сайте театра. Александр Колганов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.